здравствуйте дорогие я как и прежде хочу снять здесь вот пока солнышко еще есть хочу снять небольшую такую запись сделать о том что очень волнует молодежь молодежь меня несколько раз уже просила на всех вопросов просила написать рекомендовать литературу вот о дружбе о любви какую читали наши дети какую мы им рекомендовали это большой список но я постараюсь немножко кратко это все рассказать но сразу хочу сказать что очень есть много сейчас уже литературы нашей православной священники пишут об этом прекрасные наверное вы это читали все это можно достать в любой лавке церковной и в церковных магазинах но наверное вот первое что я бы порекомендовал отца илья шугаева один раз на всю жизнь очень известная такая книга до внешней уже я даже по этой книге делала занятие в православной гимназии для девочек у меня был такой курс для девочек оба же в рамках оба же образ божьей женщине и вот там я проводил несколько уроков по этой книги сделала так несколько уроков прекрасная книга кроме него еще порекомендовала бы я и статьи книги отца олег алексея уменского отца максим первозванного александра ткаченко хорошо пишет про любовь про семью и наверное самые серьезные такие вот книги об этом это отца андрея лургуса там влюбленность любовь зависимость отцовство мужчина женщина от я от а до я очень от я до мы вот так вы наверное это все видели я там эти все книги рекомендую но а сейчас я перехожу к тем книгам которые еще у нас были чтобы не говорили что читали только американские там какие-то западные книги мы читали все но вот те которые еще нам показались очень хорошими ну вот я сейчас вам их порекомендую хочу предупредить опять у нас много книг для девушек поменьше для юноши но я думаю что юноши поменьше читают поменьше этой темы интересуется так наверное хватит одной-двух книг которые у меня здесь в списке есть что я бы порекомендовала хорошая книга и полезное свидание нужны ли границы генри клауд и джон талсон вот такая книга очарование женственности для девушек хелен анделин о пользе свиданий и не только опять генри клауд на эту тему написал книг переназначение быть женщиной с айла дар дар ли две стороны любви генри смоли пленительная красота чудесная книга я не сейчас не вспомню кто автор но я думаю вы найдете этого автора упал мой листочек так его нужды и ее нужды это уже пошли книги знаете такие книги которые пишутся для и девушек и для юношей это из этой же серии строго конфиденциально юношам о девушках и девушкам о юношах вот тоже очень хороший и знаете написано таким легким очень и ну я бы сказала с юмором язык очарование женственности а это я уже говорила да и я бы еще порекомендовала наверное это тоже вы все знаете это известная такая книга пять языков любви горя чепмана она сейчас прям гуляет цитируется очень широко но может быть кто то еще не знает этому она очень полезна причем знаете вот она конечно рассчитана супружеские пары на мужей и жен но я всегда рекомендую себя семейном клубе который я провожу кстати я его провожу кто-то спрашивал где найти этот семейный клуб и по субботам мы проводим этот семейный клуб в приходском здании на динамо храм благовещения присвятую горойцы ну где служит отец Дмитрий Смирнов наверно вам будет это понятно так вот я говорю о пяти языках любви я думаю что это очень полезная тема я ее преподавала в православной гимназии в нашей еще девушкам и они учились распознавать языки любви ну во-первых своих родных мам папа там бабушки и братьев сестер и свой язык любви то есть они приходили подходили уже к созданию своих семей подготовленными я всегда приветствую такую подготовленность это время прекрасный когда у вас еще нет семьи вы еще юны и свободно я бы сказала от многих забот это время надо хорошо и с толком полезно провести я советую читать вот эти книги уже если вас вдруг настигла любовь и она подошла к свадьбе есть прекрасные такие вот тоже книжки они малюсенькие малюсенькие тоненькие-тоненькие читаются очень легко и письма карен и письма филиппу то есть для девушек письма карен для юношей письма филиппу это шет чарльз уильям так отец написал своей дочери и своему сиатю и рекомендательные письма перед их брак с перед их сочетанием я думаю что в принципе самый лучший вариант это когда папа мама об этом беседует говорят учат но сейчас утром в семьях это бывает очень редко и это книги книга очень полезные обе и теперь я хочу отдельно порекомендовать юношам необузданное сердце элдри джон это книга которая на моих глазах перевернула буквально подсознание нескольких юношей и предназначением быть нет и вторая книга мужчина достигая максимума кул мне кажется что юношу было бы в первую очередь полезно вот читать прочитать эти книги потому что ну это же будущий глава семьи это основа семьи фундамент семьи если девушка такая вся себя старательная подготовленная старающаяся стать хорошей женой будет делать все но при муже который не хочет ничего делать и никак стараться это очень жалко это всегда очень печальное такое зрелище я все-таки призываю мужчин будущих то есть юношей ну приготовиться хоть две книжки но прочитать и об этом поразмышлять помолиться его нужды и ее нужды книжка еще уилларда харли я не говорю здесь на христианских я не говорю здесь о художественных книгах художественной литературе потому что ее очень много и тут на вкус трудно угодить я думаю что вот все таки я бы посоветовала вам вот эти вот книжки они психологические такие вот публицистические интересные и очень полезные а уж художественную литературу вы сами себе подберете на ваш вкус и на ваш возраст еще бы я хотела ответить на некоторые вопросы вот тоже по этой теме одна девушка которая спрашивала задавала вопросы спрашивала как понять что он тот самый и я ответил на этот вопрос все было как-то вроде понятно но потом она написала что все говорила за то что это тот самый а потом вот так и сердце подсказала как вот я и говорила но потом он привел другую девушку в храм и оказалось что это совсем не тот самый вот что типа делать вот ну я думаю что знаете наше чувство особенно в таком юном возрасте перехлёстывает вот через край нам всегда кажется у кого бы мы не встретили что тот самый у меня себя вспоминал в юности так и был но если проходит время то эти наши убеждения оказываются ложными многие из них я вспоминаю случай ужасный у нас в сибири когда у нас городе покончила жизнь самоубийством девушка 14 лет от несчастной любви она выпила кислоту умирала мучительной смерти это было ужасно просто и вот я думаю что если подождала бы она хотя бы пару месяцев может быть даже один месяц она бы подождала бы то она успокоилась и оказалось что это любовь знаете очередная такая влюбленность и и все было там дальше по-другому развивалась а жизнь уже потеряна то есть нам кажется что каждая любовь это вот последняя и глав первое главное последнее единственное в чем что-то такое а оказывается что это все не так и я просто ну так советую этой девушке но успокоиться и не думать что жизнь на этом кончена я понимаю что она девушка верующая там не будет страшно такие последствия но все-таки успокоиться и помолиться и дальше жить я думаю что все таки если господь предназначил вам быть женой чего-то то вы встретите именно того сам по а этот опыт который вы пережили он печальный конечно я думаю что очень горький и трудный ну пускай будет опытом даст вам больше мудрость какой-то и большее такое понимание своих чувств и окружающих ситуаций вот и вам господь еще один я хочу вопрос прокомментировать вот такой вопрос а как молиться за вы вот вы советуете молиться за будущего супруга а если девушка уйдет в монастырь то есть станет монахиней ну знаете мне кажется что во первых мы не знаем же волю божию и а если она не станет а вы не помолились не будет ли вы сожалеть да но я бы при перед этой молитвой например говорила бы что господи если есть на то твоя святая воля чтобы она создала семью тогда вот и дальше молиться да за ее будущего мужа или в конце добавлять как мы всегда добавляем да да будет впрочем как будет воля твоя господи вот смотрите мы же молимся и не мы просим что-то но каждый раз добавляем впрочем да будет воля твоя почему потому что мы не знаем в чем воля божья вот мы просим чего то нам кажется так хорошо так здорово что тут тоже раздумывать но мы же добавляем эту фразу потому что мы знаем что господь знает что нам полезно что нам лучше и его воля всегда для нас благая и совершенная и здесь тоже можно также молиться мне кажется особого такого противоречия здесь нет желаю вам всем дорогие юноши и девушки радости вере радости в познании воли божией и если есть на то воля божья то радости в настоящей супружеской жизни во Христе до свидания герой в Казахстане Chang'e м Субтитры создавал DimaTorzok